ребята всех приветствую я из кухни снимаю сегодня у нас с вами будет я поделюсь секретом как я готовлю вяленую камбалу значит немножко забегая наперед сегодня были на кейси кейп камбала идет поймали там норму в общем камбала клюет и клюет ее много вот когда на нерест идет знаете да как клюет камбала когда она клюет вот саму рыбалку я не снимал видео с рыбалки уже есть может следующий раз сниму когда я буду действительно такие вот лопухи клевать когда будут огромные сегодня много было отпущено таких меленьких вот и тут я уже в кастрюлю сложился чтобы не вам не показывал сам процесс чистки рыбы до отрезания голов я использую такие ножницы по металлу я просто и по диагонали от шипа голову и чик вымываешь все но она сейчас в этом я вам покажу сейчас в этом в кастрюле в общем делается так сразу как бы комментировать как бы было проще берешь камбалу делаешь насечки ножом засыпаешь крупной солью крупная соль у нас есть так сейчас вот покупаем в магазине у нас вот такая вот соль украинская крупная завозят ее сюда из украины в канаде все есть вот и засыпаешь ее хорошо потом вот такую коробочку сейчас покажу вот в такую пластиковую коробочку и складываешь эту рыбу и не получается несколькими слоями шарами и выкладываешь шарами коробочку сверху закрывать крышкой такая крышка ну как бы как обычный такой судок да вот сейчас закрывается и кладешь ее пишут 6 часов ну 6 часов как мне кажется что это наверное будет маловато я бы сутки просолил вот потом его промываешь и мы купили саша купила в этом в баспро сушилку я ее использовал электросушилку для сушки корюшки корюшку за сутки высушила это наш пластмассовая такая становится как хрустит аж но полностью она сухая там 99 процентов наверное в этой сухости полностью высушил проверим как там было будет но я посмотрел интернете там есть рецепты и тоже самый тот же сам подход и сушилки для овощей фруктов уже все это как бы сушат и все нормально для того чтобы ее с пивальщиком потом употребить жареную рыбу мы уже как бы ели и но это не есть прям что-то такое вот ну а камбалу посушить я еще не сушил корюшку уже сушил и уже смолотил ее все вот сейчас я вам покажу камбалу ее наверное вам уже покажу нарезанную и наверное уже покажу посоленную чтобы не затягивать чтобы вы видели как оно выглядит у меня сейчас просто руки будут в рыбе и в соли и камеру постоянно включать как бы выключать я ну как бы будет не с руки надо их мыть будет все время я сейчас ее порежу и покажу уже засоленную и там будете уже видеть наверно как она выглядит как она выглядит как она есть тут у нас наша эта кухня я вам сейчас тут поразгребаю все это покажу тут убираю лишнее вот будет доска на которые я буду ее надрезать все делать так вот уже я сделал насечки надрезы на рыбе сейчас мы с вами возьмем коробочку натрем ее солькой и поскладываем ее в коробочку и она у нас будет там целиться примерно вот так мы хорошо просаливаем вот надрезы я поделал я брал специально такую не самую мелкую но как бы на мариновку я взял камбалу старался брать поменьше самую мелкую я отпускал вот это вот такое тоже то есть но как бы то что не жарить то можно брать на засолку будем смотреть что у нас получится сутки должна просолиться потом ее промыть дать ей стечь ну дать ей постоять на сити на каком-то чтобы она стекла все поместилось еще так а потом когда она у нас высохнет ну когда просводится тогда мы ее промываем водой и на ее кладем в электросушилку и сушим корюшка за сутки высыхала уже до употребляемого состояния я ездил на реку днем допустим там году работы получать на было свободное время днем ловил там 60 корюшек солил их на следующий день и их уже промывал и клал в сушилку и на следующий день то есть где-то три дня и она уже была у меня как бы вот так вот она у нас выглядит сейчас вот крым была готова потому чтобы ее уже солили то есть вот так вот она у нас выглядит вот так ребята вот так вот выглядит сушилка тут уже у меня посушенная камбала нужно она даже будет домой в бейсменте тут я вам снимаю с бейсмента потому что сушу и в бейсменте так тут я бы и чтобы я уже даже не пересушил потому что это я надреза делал да как вы видели я сейчас уже все по вытаскиваю снимают сушилки но тут уже надо и наверно даже будет вынести в дождливый день положить наверное где-то на стол так выглядит сушилка надо будет и вытряхнуть потом там не оставалось этих рыбьих косточек модель капелла с обычная сушилка саша и купила в этом вот так выглядит коробка делал дыхать драйк так выглядит коробка кабелос сейчас я покажу крышку сейчас положу на стол коробка вот она и так вот выглядит там еще три решета мне в другой комнате шею туда отнес я в самый угол дома отнес бейсмента эту сушилку потому что на весь баст пахнет рыбой ну что у меня там еще есть рыбы на в кухне наверху так что на этом я закончил наверное с этим уловом ну что это сейчас мы выйдем туда наверх я вам покажу там что еще меня на верху есть я вам расскажу свою точку зрения о том как сушить правильно что делать что не делать всех приветствую друзья сегодня у нас суббота солнечно гоняют мотоциклы он помогла флюну вы слышите поют птицы я тут на деке решил вам заснять свой продукт который у меня получился значит вот вы видите какая камбала получилась она высохла значит я ее поймал воскресенье два дня на мариновал с ну типа солилась и получается два дня еще сушилась она в сушилке я вам просто показываю текстуру этой рыбы значит я брал маленьких специально таких вроде как не рекомендуют брать им не знаю насчет там штрафа нет но вот я вам ну как бы дам пару рекомендаций кто будет так сейчас я тут усядусь кто будет сушить камбалу значит конечно желательно брать крупную рыбу я что-то подумал что она будет сохнуть долго но сушилка довольно хорошо греет и дует и она и высушила практически там за сутки я оставлял один день на ночь и один день один день сутки как бы я вечером наверно положили в обед разложил ее она весь день до вечера ночь сушила потом весь день а потом еще сушил днем и получается где-то два дня ночь и два раза по дню получается за полторы суток она уже высыхает вот то есть можно уже я вчера пил пиво с ней как бы пробовал значит смотрите в чем нюанс я вам единственное что скажу что нужно брать крупную рыбу самая мясистая часть у нее вот вот здесь наверное но спина мяса достаточно много там есть что кушать и получается что я поставил сделал ошибку сначала когда рыба еще мокрая она там должна стечь допустим дуршлаге да у вас когда на стекла вы разложили то нужно ставить сушку на продувку допустим поставить хотя бы часа на два чтобы она просто воздухом ее подула чтобы она из нее сдула выдула всю влагу верхнюю потому что я отчета не подумал и поставил максимальный режим температурный сразу и она стала дуть очень горячим воздухом и некоторые рыбы внизу вот здесь вот даже побелели и как бы подварились подпарились как бы приготовились даже и начали отваливаться кусочками потом ну как будто вот вы их там пропарили да получилось так что но ну как бы не совсем фонтан нужно сначала его подсушить хорошо и потом может быть дать у меня там есть режим такой типа горячий средний потом горячий максимальный и холодный просто просто дует воздухом проветривает ее продувает без этого без прогрева я сразу дал и горячий максимально я думал что чтобы она быстрее сохла но получилось так что первый уровень ну там две рыбы у меня были и они немножко там на пузах у них вот здесь или ну мы я уже их съел они как бы немножко как пропарились вот но этого не надо делать нужно нормально ставите сначала наверно на продувку потом уже на слабую температуру когда она уже задубеет станет сухая ее можно горяченьким еще прошкварить и тогда она но и и я ее и пересушил в конце потому что я не следил я поставил она там сохнет да и сохнет надо ее потом уже снимать и и допустим ее вот если так поставить так вот вот это вот все мяско ну очень вкусная но чем-то напоминает кальмара который мы там покупали допустим мясо мягкая по текстуре если сравнивать с сушеным вот сильно засушенным судаком или щукой то там где идут чисто волокна и ты жуешь и они твердые это не так абсолютно она такая вот именно текстура у нее она рассыпается видите можно но вот эти вот шкуры тоже съедать но я их не ем вот такое она такими вот она идет кусочками как бы ну как опилки нам вкусная нормально все очень вкусно с пивом хорошо и я так понимаю что желательно сейчас вам покажу как она внутри там допустим да вот она на разлазится слоями шарами камбала шарами называется рецепт камбала вяленые шарами так вот такими слоями она идет внутри я уже начал грызть я сейчас собираюсь у нас вечером будет дождь сегодня на суббота дует ветер я хочу сейчас метнуться на шедяк посмотреть как там ловится чисто не вам снять рыбалочку шедяка там будет тоже на камбалу вот видите она сыпется но она не сухая как сухарь именно да вот вот у неё по и отходят эти кости все вот она и вот она получается вот тут вот так в таком виде то есть вы можете вот так вот взять видите кости все отходят по разбирать ее по вытягивать из нее кости и вот эти вот кусочки нормально я хочу поехать сейчас на шедяк в основном рыбу ловим на кей на кей пиле камбалу там рядом рыбкомбинат по переработке лобстера это месяц от пирс но шедяки шедяк ближе километров на 20 вот так бензин тоже подорожал я уже считаю но мы прошлом году сергеем как поехали первых там было много туристов они все тебя обступают и не дают тебе нормально расслабиться вот но с другой стороны сергея там на фидер как на два крючка у такие две камбалы как огроменные как лопух как подцепились там все эти французы сбежали с франкофоны давай засыпать вопросами ну что вы ловите показывающим а где вы это покупаете червей этих в канаде антайр они тебя глазами хлопают стоят такое пещение уж у них там в этом в кейбеке не продают червей в этом канаде антайр ну ребята вот так это мои остатки потому что я вчера несколько рыб крупных умотал вот мы такие вот они получаются то я уже оставлю еще может там раз пивасик попить ну и сегодня я хочу поехать там наловить рыбы хочу и просто ну что потом пожарить потому что хочется и жареная она вкусная да и это сейчас знаете как бы гарантия камбал это гарантия улова что и поймаешь всем пока ребята значит еще анонсирую видео авто тема продолжается для любителей авто темы я был недавно ну вчера я ездил на тихосмотр на этот на инспекцию который у нас раз на два года и с и квинексом я ее не прошел нужно менять тормозные диски колодки эти рычаги стойки стабилизатора и лампочку подсветки номера в принципе я вам скажу что по ценам они конечно но но все так я это заказал уже все на амазоне я кому интересно будет смотрите там будет в следующих видео будет я вам укажут весь перечень того что мне приписали поменять вот сколько это стоит в магазинах и сколько захотели на сто и сколько это стоит на амазоне вопрос того чтобы она быстро все это дошло потому что мне ну мне дали две недели на как бы исправление этих всех боков и главное чтобы я успел это все пофиксить за две недели но оно должно прийти что-то придет уже второго числа по моему задние там тормозные диски и колодки вот и еще задние нужно ступичные менять но я менял их ребята очень не буду забегать наперед общем 40 тысяч прошел ступичный начал шелестеть я что-то не понял что это ну заказал я опять вот на амазоне дешевле чем в магазинах намного в общем это уже будет следующем видео так что всем пока пока камбалу ловите голову долой солите ее там двое суток в холодильнике потом в кабелосе но не кабелосе в этом вас про можно купить сушку или волмарте где найдете за два дня у вас будет готова таранка к пиву и все всем пока до новых встреч а я сейчас еду в шедяк ловить камбалу я вам оттуда буду снимать видео следующее так что анонс двух следующих видео в этом видео все всем пока всем счастливо до новых встреч